3600 бывших жителей Крыма официально зарегистрировались в качестве беженцев. Такие данные приводит Министерство социальной политики Украины. Примерно по тысяче человек приняли власти Львова и Ивана Франковска. Около ста беженцев расположились в этом киевском санатории. Ильвина, по национальности крымская татарка, уехала из Бахчисарая с мужем и двумя детьми. Приехали, потому что там очень страшно оставаться. Там российские войска. Мы собрали все необходимое, теплые вещи детям, документы, самое главное, купили билеты. Но самое страшное было выезжать с Симферополя. Я думала, что мы не выйдем, потому что там ходили казаки. Страшно было и боялась, что там может остановят поезд. Потому что бывали такие случаи, что рвали паспорта на вокзалах, проверяли вещи. Многие нынешние беженцы родились не в Крыму, а в республиках Средней Азии, куда их предки были высланы советскими властями в 1944 году. Есть среди уехавших и русские, решившие не оставаться в присоединившемся к России Крыму. С родственниками у меня в семье очень большие проблемы. Потому что с отцом у меня отец тоже из России. Почему-то он так верит, доверяет. У нас с ним на этой почве тоже конфликты первый раз в жизни. До этого у нас всегда компромиссы. Он никогда не кричал на меня. Сейчас у нас проблемы реальные в семье. Все дяди и тети отвернулись. Очень тяжело. Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Арсений Яценюк сообщил, что страна готова приютить до 23 тысяч переселенцев из Крыма. Помимо государственных центров по приему беженцев, их размещают и во многих семьях, как на Западе, так и на Востоке Украины. Продолжение следует...